Новости ТВ. Из многих городов приходят тревожные вести. Не хватает воздуха, нечем дышать. Автомобили заколонили улицы и обрушили на горожан выхлопные газы. Лена, а как сейчас хорошо в лесном краю? Воздух чист, свежий, прохладный. Пойдем поддороваемся с леса. А разве он живой? Конечно. Значит, если можно разговаривать, то он ответит? Ответить, если сможет. Сколько здесь в лесу? Соберу пусть я. Я слышу, какой-то шум. Да это кто-то разговаривает. Кто же? Доброе утро, дорогой ландыш. Доброе утро, если оно доброе. В очередях к нам в лес приходили ребята на экскурсию. А когда для меня и для ребятцев накинулись на нас, даже не знаю, как я жив остался. Остальных нарвали в команды в куче и унесли. Вот ужас какой! А я сейчас только заметила, что ваш дом власти на настоянии, да и вы сами выглядите не лучше. А что-то я не слышу колокольчиков. Ты, Ломашка, увидела? О, кто же это про меня вспомнил? А, дорогие друзья, здравствуйте! Приветствую вас, дорогой колокольчик! Какие у вас новости? Новости мне не важно. Вчера на вечере переслоне колокольчиков услышали сигнал тревоги. Мальчишки купались в козе и смеялись, радились. А потом зачем-то набрали цветы белой кувшины. Вот кувшинки плакали. Жалко их. Эти цветы очень красивы на воде. А когда их сливаешь, красоты исчезают. Они быстро вяруют. Их давно белую кувшинку называют отолеет трава. Что же теперь будем делать? Я слышал, что есть какая-то красная книга, которая берет под охрану животных и остения. Так давайте-то скорее пойдем к красной книге. Может, она нас защитит? Смотри, ящик, сейчас ее поймают. Вот это все беленько напугали. Это же театрство, кого нет. Хорошо. Трава. Трава все вытаскивали, ягодку вытаскивали, рыбы хорошие все такое. А те, которые устали, все это ведь живут от них болит. Сальчик, мы просто гуляем, цветы собираем, а вам не мешаем. Да, это вы так думаете. Расшумеете, раскручаете. Ладно, подгод вас искать или нет. Так, 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 так. А-а-а-а! Чего вы решите? Может быть, вас попробовать? А то с голодухи совсем брюхо подвело. В гостей люди убили. Сальцы сами разбежались. Хоть собак там растет, там хоть кормят. Выходит, в лесу тоже не все так благополучно. Это что за шум и крик? За такое поведение вас судить в мое решение. Прости нас, Илья Леса. Мы не знали, как себя вести. А ну-ка, поможете, жители лесных, научим этих гостей, как нужно вести себя в лесу. Не побеждайте горюй деревьев. Поймите, нам понял. Мы перестаем вести и долго и мучительно умираем. Только сказать об этом не можем. Не львите цветов в лесу и на лугу. Цветок в вазе – это плене, приводенное к смерти. Пусть мы будем разводить глаз, а малышкой души – тем, кто перед лес на нас смотреть. В лесу старайся ходить под наличьем, чтобы не вытоптать травмую почву. Народные улыбные спаси. Один человек представляет лесу. Слит сто траку тысячи пустын. Не сбивайте ли вы, даже неседобные. Мухаммам помогают расти и деревьям. Ими питаются рощи, бьет и сороки. Не разводите костер в лесу. Кострище – это раны на почве леса. Все так израильную лесу, как после дней войны. Из уцелевшей на день ни ели, ни сосны. Березу ножиком плюнул. Какой-то живопот. Мне кажется, из-под кори моя слеза течет. От этой черты стебетской душа моя болит. Под искалеченным дугом не видите, что ли я. Прости нас, маленький зайчонок, и серый гол, и белка. Прости, тестройная березка и срубленная елка. Прости нас, маленький, прости нас, пойманный зверек. Зверек, тебе так тесно в клетке. Прости за то, что не зверек, и Сталин теперь так редкий. Ну что же, эти небесные, прости мы? Прости! Мы любим лес в любое время года. И слышим речи, медленную речь. Все это называется природа. Давайте же всегда ее беречь. В лугах ромашки солнечного света. Такие, что светлее на свете жить. Природа называется все это. Давайте же с природой дружить. Прекрасный вальс танцует с ветром лето. Дрожит в окне вечерняя звезда. Природа называется все это. Давайте же любить ее всегда.